Еще один теракт не допустили в США. По данным ФБР, мощный взрыв должен был прогреметь в штате Огайо во время празднования Дня Независимости. Кто готовил массовое убийство и почему? Дмитрий Анопченко обо всех деталях. 4 июля день, когда вся Америка выйдет на улицы. В крупных городах пройдет парад. Вечером миллионы людей традиционно пойдут любоваться салютом. Убить как можно больше, заложив взрывчатку в районе массовых празднований, собирался в этот день житель Кливленда. 48-летний Диметриус Питц, который после принятия ислама предпочитал называть себя Абдур Рахим Рафик. Проникся идеями Аль-Каиды, решил, как он говорил единоверцам, наказать Америку за ее грехи. Агенты ФБР, задержавшие Питца, рассказали, свой план он вынашивал довольно долго. Продумал все до деталей. Арендовать микроавтобус, нашпиговать взрывчаткой, припарковать в местном парке и активировать бомбу, когда людей вокруг будет как можно больше. К нему подослали агента, представившегося активистом местной ячейки Аль-Каиды. С человеком, которого Питц называл «братом по борьбе». Он был откровенен. Агенту под прикрытием Питц сказал, праздники идут 4 июля, день независимости. Что может ударить их в самое сердце? Взрыв. Взрыв бомбы прямо во время парада. Два дня назад Питц объехал место преступления, забронировал слот на парковке, максимально близко к точке скопления людей во время празднований. Затем внезапно решил, что и этого мало, и стал организовывать взрывы в других местах по всему Кливленду. Он выбрал в качестве цели для терактов еще и местный кафедральный собор. Ко всему накануне решил направить автомобиль, начиненный взрывчаткой и шрапнелю к дому, где соберутся дети военных. Последние дни преступник находился под круглосуточным наблюдением ФБР и полиции. Силовики опасались, как бы он в порыве эмоций не решился произвести взрыв раньше, чем планировал. Арестовали Питца, когда убедились, он полностью подготовил теракт. Прокуратура теперь просит для обвиняемого 20 лет за решеткой и уверяет, несмотря на то, что мистер Питц фактически не совершил преступление, а только его планировал, но если бы ФБР не подослало своих агентов, если бы не произвели превентивный арест, то произошел бы масштабный теракт, который забрал сотни жизней. Во время завтрашнего празднования в крупных городах теперь усилят меры безопасности. Заблокируют улицы по маршруту парада, прикажут кинологическим подразделениям с самого утра прочесывать окрестные парковки в поисках взрывчатки в багажниках автомобилей. Ведь безумная идея организовать теракт в самый любимый американцами праздник, День независимости, могла прийти в голову не только Диметриусу Питцу. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.